4 ноября в Севастополе 4 ноября в Севастополе Все из них относятся к олимпийским видам спорта Чтобы стать олимпийским видом спорта Искусство боевое должно быть популярным, доступным, зрелищным, красочным И заинтересовать зрителей Тэквондо появилось в Севастополе более 15 лет назад Привнес его в наш город президент Федерации Тэквондо Севастополя Пироженко Александр Викторович А один из его учеников, Гловацкий Дмитрий Евгеньевич Создал наш клуб боевых искусств воран В Севастополе есть традиция, что каждый клуб боевых искусств Тэквондо, их несколько у нас Проводит чемпионаты по Тэквондо Для того, чтобы проверить своих бойцов, спортсменов На возможность участвовать в соревнованиях более высокого уровня Поэтому с момента возникновения клуба уже более 10 лет мы проводим такие турниры Причем точное количество я вам не скажу Проводим мы два раза в год наш клуб То есть, если учесть, что мы тренируемся уже 18 лет В этой команде примерно Вот если брать Дмитрия Евгеньевича Там Александр Викторович руководитель наш Что я точное число Сразу не скажу Но значительное количество Хочу отметить, что севастопольские спортсмены Тэквондисты принимали участие во многих соревнованиях по Тэквондо И мирового уровня, и республиканских уровней Я не говорю уже о городском И Республике Крым уровнях И постоянно поддерживают этот уровень Чтобы как-то вот уровень понять Которого достигают наши спортсмены Среди наших спортсменов Из числа воспитанников Пироженко Александровича Есть три бойца Которые получили олимпийские медали На Паралимпийских играх По Дэв Тэквондо Это для слабослышащих спортсменов Одна серебряная медаль и три бронзовые Вот говоря о конкретном турнире Который будет 4 ноября Каковы здесь цели и задачи вас как организатора? Мы договариваемся Со спортзалом Составляем регламент соревнований Рассылаем приглашения Возможным участникам Участники которые Те наши предложения Которые мы рассылаем по электронной почте Являются в то же время вызовами То есть направили например Федерацию Тэквондо Симферополя Все посмотрели руководители Да мы едем в Севастополь Ялту тоже с Ялты соответственно Все это организовывается Присылают ответы Кто приезжает Считаем определенное количество мест Решаем вопрос о поселении в гостинице Если есть необходимость Бронируем места Закупаем на деньги спонсоров И на стартовые взносы участников соревнований Медали Грамоты печатаются И так далее И тому подобное Все это очень такой сложный процесс Трудоемкий И мы всегда готовы Принимать любую помощь От любых организаций Что касается участников Каков их возраст Какие весовые категории Какие к ним требования предъявляются Возраст участников у нас практически С 6 лет Но надо различать Что с 6 лет и до 12 Это такое детское тхэквондо Если можно сказать Там не все удары разрешены Ограничено количество раундов В поединке Ограничено время в раундах Это пробные занятия Такие Можно сказать даже тестовые Тестовые Чтобы подготовить ребенка Психологически Уже к настоящему тхэквондо Которое начинается По достижении детьми 12-летнего возраста С этого момента Уже идет Полная Олимпийская версия Тхэквондо ВТФ Где Разрешены удары Ногами в голову Все удары Ногами в голову Очень высокая Скорость Сила ударов И на этом этапе Как раз В возрастном происходит Естественный отбор Многие Просто Не могут Перейти В команду мастеров Если скажем так Но остаются Участниками Физкультурного движения И тут встает вопрос Что делать С участниками Физкультурного движения Если они не тянут Высокий уровень Олимпийский Скажем И предолимпийский И вот находим Выход такой Они Участвуют По желанию Естественно В соревнованиях Облегченного Типа То есть Даже В чем ситуация Есть люди Которые Дети Занимаются Например Тхэквондо С трех с половиной С четырех лет К четырнадцати годам Они имеют Скажем так Черный пояс уже Называется он Бум детский И Даже уже Второго Дана И Если их ставить В поединках С ровесниками То Результат очевиден Что ровесник Не выдержит просто Такого напора И Будут Низкие результаты То есть Победа явно будет За представителем Спортивного направления Но Многие дети Хотят заниматься И чтобы их не ставить С мастерами Для них Проводят соревнования По упрощенной схеме То есть Детам не бьют Удары в голову им Они пробуют Свои силы Можно сказать Это как Для новичков Опыт первый Для новичков А дальше уже Некоторые И кто и позже Переходят В олимпийскую версию Потому что нету Тупиковых направлений В тэквондо Есть масса Различных вариантов В том числе Без ударов Практикуется Версия Пумсе И мы тоже Ее проводим На этих соревнованиях То есть Грубо говоря Есть две основные Версии Тхэквондо ВТФ Это Спарринг Поединки Непосредственно Боевое Тхэквондо И Пумсе Это формальные комплексы Когда Спортсмены Выполняют Или синхронно В командах Или поодиночке Определенное количество Формальных комплексов Набирают баллы Как в художественной гимнастике Но делают это Так же Ритмично Энергично Это очень красиво И зрелищно Вот То есть Там Нету никаких травм Вообще В принципе Ну что касается Опять таки Участников На данный момент Известное количество Примерно Или уже точно Сейчас Еще у нас Несколько дней Заявки идут Но обычно У нас Не бывает Меньше 150 160 участников Вот Иногда Да То есть заявку может подать В принципе любой спортсмен Да У нас есть сайт В интернете Севхваранг Называется Ком.ру Там есть контакты Электронная почта Желающие могут подать заявки Для участия Предельный возраст Неограничен Ну а кто выступает В качестве судей В качестве судей Выступают Воспитанники В первую очередь Федерации Тэквондо Севастополя Но Мы всегда Приглашаем Из Симферополя Судей В том числе Из Числа Наиболее Подготовленных Спортсменов Как правило Все те кто Являются Судьями в Тэквондо Они же и раньше И выступали И знают все эти проблемы Далее Хочу отметить Что уровень турнира Он как раз определяется Уровнем подготовленности Судей Если Чем Выше уровень Судейства Тем выше уровень Турнира Но Наш турнир В настоящий момент Клубный Любительский Пробуем Силы свои Кроме Пумсей Спарринга Который называется Тэквондо Кирурги Мы проводим соревнования По спецтехнике Это совсем уже Для новичков Доступно Но и в них тоже Принимают участие Опытные спортсмены Ну Пример Удар Высоту Дети Соответственно Своим ростом И уровнем подготовленности Выполняют удары Вверх С прыжком И Ребенок Вот такой Скажем Более-менее подготовленный 12-13 лет Может выполнять удары На высоту До двух с половиной метров Вот То есть Намного выше Далее Упражнения Такие Кто больше выполнит За определенное количество Времени Сильных ударов Или Кто Выполнит Больше ударов В различные уровни Стоя на одной ноге Вот Младшие соревнуются В уровень Монтон Это пояс Старшие Соответственно Стоя на ноге За 10 секунд Должны выполнить Как можно больше ударов в голову Не Только на одной ноге стоя Не прибегая К помощи рук И другой ноги То есть Это При всей простоте Очень сложные упражнения Ну что ж Оксана Васильевна Я знаю что Это мероприятие Не первое Ваше совместное Расскажите о других И какова роль Благотворительного фонда В организации Подобных событий Ну Общее руководство И Подготовку Проведения данного мероприятия Осуществляет Благотворительный фонд Во благо жизни Совместно с Бойцовским клубом Вообще Фонд Во благо жизни Он существует Уже на протяжении Там Около десяти лет И На данный момент Проходит адаптацию В Крыму Спортивные мероприятия Уже Были Проведены Нами Неоднократно Но Целью задачи данного мероприятия Является Популяризация спорта На данный момент Именно Олимпийского вида спорта В городе Севастополе Это Тхэквондо Тхэквондо У нас Были Мероприятия Кросс-нации Кроме того Мотокросс Проведен То есть Различные направления Но тем не менее Это все касается Спорта Пока так исторически сложилось Что пока мы занимаемся Только Не только А Со Спортивными мероприятиями Однако У нас фонд имеет Несколько направлений Военно-патриотическое Духовное И в том числе Спортивное Ну и спортивное направление Это тоже конечно Прекрасно и полезно Давайте В заключение Еще раз Пригласим На турнир 4 ноября И вот хотелось бы спросить Что Насчет зрителей Может любой человек прийти Да У нас вход свободный Соревнования будут проводиться В бывшем здании Дворца культуры рыбаков Спортзал Сейчас это называется Спорт здоровья населения Центр здоровья населения Спорт для всех Улица Корчагина 1А Остановка Улица Маршала Блюхера Ну а во сколько начало? Начало в 9 часов 5 ноября Начало боев А регистрация участников А регистрация участников 4 числа Взвешение Это организационный день Судейские Конференции Семинары То есть обсуждения Я говорю Вот такие мероприятия Они требуют Очень много внимания Средств Сил Духовных затрат Ну то есть соревнования Будут 5 числа 2 дня Понятно А четвертого просто Какие-то организационные Моменты 5 числа в 9.00 Начало боев Но 5 числа в 14.00 Будет происходить Торжественное открытие Соревнований Туда будут Приглашены Представители Городской Администрации Правительства Законодательного Собрания Некоторые представители Будут Общественники Поэтому мы приглашаем Всех желающих Посмотреть Показательные выступления Будут Учеников нашего клуба И других коллективов Спортивных Будет очень интересно Ну что ж я вам желаю Чтобы турнир прошел Успешно Спасибо что к нам Сегодня пришли в студию Напомню Об открытом турнире Под Хэквондо Которые проведут В городе 5 ноября Говорили с координатором Благотворительного фонда Во благо жизни Оксаны Миллер И вице-президентом Клуба боевых искусств Александром Клушиным Эфир информационного канала Севастополя продолжается До скорого